Доброго дня, добрые люди! Это видео посиделки в тесном и дружелюбном кругу, посвященное тому, что с момента загрузки первого видео на канал прошел уже год. Да, уже год, и это такой своеобразный юбилей. Благодарю за поздравления, и я недавно вас просила задать мне вопрос в Инстаграм и здесь на Ютуб, чтобы мы с вами пообщались и отметили это дело вместе. Потому как рост канала это совместная наша с вами работа, с меня видео, с вас обратная связь. Что и говорить, вы мне даже иногда подкидываете идеи для видео. Начать вести Ютуб канал у меня возникли мысли еще прошлой осенью, но руки дошли только к зиме. Я всегда так медленно раскачиваюсь и медленно разгоняюсь. Сначала загрузила пробное видео, это было видео про пошив боди для ребенка, без звука, без лица. Я потом придумала темы на несколько видео вперед, купила микрофон, купила в софтбокс и начала снимать. Идея снимать обзор на борту пришла совершенно спонтанно. Я как раз за несколько месяцев до всех этих событий подписалась на борту, и в очередной раз, когда пришел выпуск, я начала спонтанно снимать этот обзор на камеру. Просто листала и снимала, как я это листаю, без подготовки, без рассматривания всех деталей, как же это все сшито, где там какие разрезы, полочки, карманы. И еще самое забавное, без знания русских названий, каких-то определенных швейных узлов, без специфических, опять же, швейных слов. В общем, это было, конечно, трэшово, но я прыгнула в омут с головой и уже разбиралась по ходу пьесы. Ну и сразу отвечу на вопрос о том, какие видео мне нравится больше всего снимать. О чем больше всего доставляет удовольствие снимать видео, обзор журналов, распаковка тканей, пошив. Тут надо оговориться, что канал я начала вести для удовольствия. Что-то такое, что мне не хотелось бы снимать, что какие-то мне темы, которые неинтересны, я просто не снимаю. У меня нет цели заработать на канале, и поэтому видео выходит недостаточно часто. Соответственно, я снимаю только то, что мне интересно. Снимаю от души, так сказать. Еще поступило несколько вопросов про мое место жительства. Почему я переехала в Германию? Как давно я переехала в Германию? Я сюда около 12 лет. И почему? Потому что я немка, сколько себя помню, столько мы собирали документы в Германию. Собирали все эти какие-то справки про родственников, которые были сосланы как-то в Казахстан. Не знаю точно всю эту историю, но мои предки отсюда, в общем-то, мы и вернулись обратно. Ну и сразу вот, пока я в воспоминаниях про детство поступил такой вопрос. Мои самые яркие воспоминания из детства, это был такой момент, когда я сидела у папы на шее, ехала на нем. Мы где-то гуляли очень далеко от дома и возвращались домой. Я устала, он меня взял на плечи. И я ехала как на коне, он у меня достаточно такой высокий мужчина. И на всех смотрела, как же там все так интересно, с другого ракурса, так сказать, было очень классно. Когда я прочитала этот вопрос, сразу вспомнился вот этот момент. Ну и, в общем-то, мой переезд в Германию, это как завершение всей этой истории с собиранием, со сбором документов. Но пока мы собирали все эти бумажечки, я успела закончить школу, я успела закончить университет. Это вот к вопросу про мое образование, расскажите о себе, на кого учились, где и кем работали. Закончила я обычную школу 11 классов, сразу поступила в университет, отучилась 5 лет. И защитила диплом, и получила право на преподавание французского и английского языков. Безумно понравилось работать с детьми. Я преподавала английский в 6-7 классах. Это очень, это кайф, какие они молодцы. Детки всегда с душой, когда ты к ним с душой, и они всегда раскрываются, идут навстречу. Если бы не вся эта свистопляска с переездом в Германию, я бы, наверное, так и осталась в этой сфере. Единственное, что напряжено, это написание планов. Я надеюсь, когда мы шагнули в цифровое пространство, этот момент как-то улучшился. Можно просто заполнять, вносить какие-то готовые шаблоны, а не так, как мы писали это все в тетрадках. Ну и переехав в Германию, я села дома. То с одним ребенком, то с другим ребенком. Ну и вот сейчас уже еще один ребенок подрастает, скоро пойдет в садик. Следующий вопрос. Очень интересно, как ты, Кристина, оказалась в Германии. Плюсы и минусы. Этот вопрос туда же, собственно, интересен. Гардероб, пальто и платье и т.д., которые раньше шила. Что зашло, а что не очень. Первую его часть про плюсы и минусы я раскрою. А скорее вот вторую его часть. Тут уж, наверное, понадобится отдельное видео. Все уж так разом не расскажешь. Давайте про плюсы и минусы. Ну плюсы, конечно, в Германии сразу очевидны. Это то, что каждый человек имеет право на что-то и это получает. Не имеешь права ты ехать вот здесь с этой скоростью, никто тебе ничего не скажет. Не будут обгонять, не будут подрезать и показывать пальцы в окно, даже если ты едешь на самой старой, самой разбитой машине. Ты имеешь право на это, тебе никто ничего не скажет. Если ты имеешь право на медицинскую помощь, тут тоже обращаешься, получаешь помощь без всяких каких-то вложений. Так же и со школами. Если ребенок, например, хорошо учится, у него достаточные баллы он набирает, и можно спокойно идти в любую школу, где проходной балл позволяет, и тебя возьмут без разговоров и без дополнительных вложений. Исключение составляют какие-то частные школы, но там априори подразумеваются вступительный износ и последующие квартальные или месячные, у кого как. А если у тебя, например, нервный срыв или эмоциональное выгорание, что как раз случается у мам, даже если у тебя один ребенок, неважно сколько детей, то ты можешь получить путевку бесплатную в санаторий. И сразу из этого всего вытекают минусы. Сейчас расскажу. Во-первых, чтобы в тот же санаторий добиться путевки, нужно собрать неимоверную кипу бумаг, подождать кучу времени, еще дослать по 4 раза какие-то недостающие документы, какие-то недостающие копии. В общем, придется ждать. Ну и в итоге можешь не получить места, потому что не пройдешь по каким-то пунктам, чего-то у тебя, где-то ты не имеешь права получить такую путевку. Чтобы попасть к картопеду, гинекологу, окулисту, тоже придется очень много времени подождать с момента, с того момента, когда произошла запись. Вот ты позвонил, обратился, мне нужна запись, мне нужен прием, у меня какие-то проблемы, и тебе говорят, у нас свободное время только в 2017 году, и тебе нужно ждать. Потому что каждый имеет право, каждый должен получить свое, и вот мы все должны теперь стоять в очереди и ждать своего. Ну, в принципе, тоже можно жить, конечно, когда экстренные случаи, тут без вопросов примут, прооперируют, если нужно, спасут, все безболезненно, все быстрое. Но в случае, если у тебя опять же есть страховка, если ты имеешь право на такую экстренную помощь. В общем, здесь и плюсы, и минусы, и в ту сторону утаскивает, ой, как хорошо, и в ту сторону утаскивает, невозможно жить. В каждой стране есть свои плюсы, и минусы, и Германия не исключение. Так, следующий, давайте, вопрос. Здравствуйте, Кристина, очень хотелось бы узнать, в чем особенности пошива на родине журнала Бурда. Если они есть, конечно, играет ли какую-то роль знаменитая немецкая аккуратность? Ну, тут больше зависит от того, какой человек сам. Можно и без Германии шить аккуратно и качественно. Ну, конечно, немецкая техника шьет классно, отлично. Шьет, конечно, безупречно. Я вот вставляю вот такие, например, кнопки немецкие, немецкими приспособлениями. И они отлично держатся, не вылетают, хорошо вставляются, аккуратно и основательно. Но вот такими же китайскими щипцами, не такими же, а вот такими китайскими щипцами я вставляю китайские кнопки. И они также отлично держатся, не вылетают, аккуратно очень продеваются, нигде ничего не вылазит. Поэтому однозначного ответа нет. И у меня, знаете, одностороннее осуждение. Я не могу сравнивать и там, и там, как происходит шитье. Все-таки в Казахстане я шила довольно мало. И очень простые вещи, не усложненные какими-то кнопками, петлями. В общем, чуть ли не два шва. Ну, не то, что не два шва на замке у меня, конечно, были. Но все такие операции, которые можно было выполнить на прямострочной машине. А вот как раз про швейную технику вопрос. Здравствуйте, Кристина. Мечтайте ли о пополнении парка швейной техники, парогенератор, плоскошевка, вышивалка. Может быть, чем еще, кроме шитья, повседневной одежды, были бы не прочь заняться пошивом штор или изящного белья, например. Я подумываю как раз о промышленной распошивалке. И я хотела было вам нажаловаться на свою бытовую распошивалку. Достала ее, хотела прострочить и показать, сказать, вот как она шьет. Она пропускает стежки. Она у меня правда пропускала стежки. Но я прошила несколько лоскутков на ней обычными нитками, которые первые попавшиеся. Просто взяла самые простые нитки, вставила. Первые попавшиеся иголки, это были универсальные иголки, которые не для верлока, не для джерси. Не для джерси. По-немецки просто джерси. И она несколько, она машинка, несколько лоскутков прошила идеально. Я вот теперь не знаю, что делать. Но теперь я не мечтаю о бытовой, о промышленной распошивалке. Буду осваивать свою. Так что у меня не возникает желаний пополнить парк своей швейной техники. У меня есть прямострочная машина, оберлок и распошивалка. А парогенератор я не хочу. Я пока справляюсь и обычным бытовым утюгом мне хватает. Ну и вышивалка тоже меня не воодушевляет. А шторы я иногда шью по мере необходимости. У меня в зал сшитые шторы. Еще в одну спальню сшитые шторы. Ну а пошив изящного белья что-то меня тоже не воодушевляет. Я пока полностью погружена в пошив повседневной обычной одежды. И мне это все интересно. Я там еще не все познала. Не все изучила, что хотелось бы изучить. Поэтому может быть когда-нибудь я буду шить белье. Я вот недавно сшила мужские боксеры. Мне понравилось. Там как раз таки нужна распошивалка. Ну и распошивалка у меня вот появилась. Вылечилась так сказать. Она у меня три года стояла в шкафу. А теперь достала и она оказывается шьет. Я все время это думала, что она не шьет, а она шьет. Так, давайте следующий вопрос. Моя больная тема это современность моделей. Мне нравятся старые журналы Бурда. И я не могу перестроить свою привычку доверять журналу. Но нынешняя концепция всеми критикуется. Может быть справедливо. А я привыкла 30 лет журналу доверять. И что мне теперь делать? Не нравится мне современная мода в журнале. То, что нравится, негде взять. Я имею ввиду выкройки. Как видите современную Бурду актуальна или нет? Я вижу в Бурде актуальность. Еще заметила такой момент, что иногда Бурда немного опережает тенденции. Еще модели не появились в масс-маркет и тем более на улицах. А Бурда уже напечатал нам выкройку. И мы такие, что это за выкройка? Зачем нам это все печатают? К примеру, это приталенность моделей. Сейчас сколько в Бурде приталенных моделей появилось. А мы думаем, что сейчас же оверсайз моде. Зачем нам приталенность? Ну вот увидите. Мы скоро все будем шить приталенные вещи. И нахваливать какие же классные линии. И будем в 2022 году искать журналы за 2021 год. Но я надеюсь, они нам и в 2022 году напечатают достаточно приталенных силуэтов. Обязательно, чтобы на все ростовки. Держу крестики. Ну, а все потому, что тенденции только пытаются просочиться. И Бурда нам уже хоп, выкройку. А когда все это хлынет потоком, и мы потом будем искать, снова повторяюсь, вот опять будем искать выкройки за прошлые года. Потому что они как бы сейчас актуальны. То есть нам Бурда всегда дает немножко на опережение. Я подумываю, что у этого журнала есть свои засланцы среди вот этих всех дизайнеров, которые выпускают новые коллекции на подиумы, которые создают, собственно, моду. И вот эти засланцы потом и рекомендуют какие же выкройки создавать, какие выкройки печатать в каких-то выпусках, в каких-то новых номерах. Что еще? Поэтому я, как и вы, Оксана, доверяю Бурде. Я, конечно, 30 лет с ней еще не коммуницировала. Мы с ней плотно общаться начали только год как. И я вижу вот эти актуальности, которые Бурда нам немножко дает на опережение. Ну, а по поводу того, что не нравится мода. В принципе, когда возникает такой диссонанс с модными тенденциями, с новыми веяниями, иногда это даже не модно, иногда это взятое все из прошлого. В общем, когда такой диссонанс, мне кажется, нужно тут опираться уже на свой стиль, на свой вкус и создавать свои образы и свои какие-то выкройки подбирать. И подбирать под это какие-то уже другие выкройки, которые правда нравятся. Ну, нравится Бурда прошлых лет, так и надо брать оттуда выкройки и уже по этим линиям выстраивать свой силуэт. Потому что за модными тенденциями не угонишься. Ну и сейчас, кстати, нам очень повезло, потому что в моде все. Вот все, все, что можно придумать, все и в моде. Так что можете смело составлять свой стиль, составлять свои образы. И я вам желаю удачи. И пусть все получится. Не надо смотреть ни на какие модные тенденции. У каждого человека есть свой стиль, и он должен этого придерживаться. Но не то, что должен лучше этого придерживаться, потому что это ближе к душе. Сразу вот тут еще один вопрос в тему. Расскажите, какие дизайнеры вам нравятся, какие цвета, какие ткани, что более характерно для вас. Последние видео с разбором журналов стали какие-то техничные. Могу ошибаться, хочется больше индивидуальности. Если нужно, замечания по стилям и фасонам. Спасибо за работу. Ну, вы не можете ошибаться. Это ваше видение. Вы так чувствуете, вы так видите этот момент, что обзоры стали техничнее и меньше индивидуальности. Дело все в том, что это обзор. Я стараюсь освещать журналы так, как бы человек сам взял и начал бы листать и составлять свое мнение без влияния, без моего влияния. Хотя, конечно, у меня иногда и даже часто проскальзывают какие-то мои идеи, какое-то мое мнение. Но я все-таки стараюсь делать обзоры чистыми, чтобы с чистого листа человек листал и воспринимал журнал уже по-своему, чтобы не было навязанного мнения. Но я человек открытый, я открыта к вашим комментариям, к вашим пожеланиям. Я возьму на заметочку больше индивидуальности. Ну, а какие дизайнеры? Дизайнеры сразу на ум приходят Диор. Вот эти их летние летящие платья. Я до сих пор, наверное, под впечатлением от показа, от кутюр за 2019 год. Нет, весна-лето 2020 год, по-моему. Бальман нравится своей дерзостью, своей свежестью. Мне кажется, Оливье Рустен на своем месте, ему там место. Итальянский бренд Максмара тоже нравится своей демократичностью, своей практичностью. Французский дом Селин, Клоэ. Вот они тоже, у них есть на чем вдохновиться, от чего вдохновиться. Донателла Версачи тоже меня вдохновляет. В общем, в принципе, можно многих дизайнеров смотреть и вдохновляться. У каждого можно найти что-то интересное и уже интерпретировать по-своему и как-то внедрить какую-нибудь одну черту, одну линию. Будет уже интересно. Да, впрочем-то у каждого дизайнера есть чему поучиться. Ну а про ткани, про цвета. В принципе, я люблю все цвета. Единственное, что я не шью и не ношу оранжевое, зеленое и желтое. Мне просто не нравится, как оно на мне выглядит. Себе я просто не шью. Ну и с тканями. Ткани у меня есть разные. У меня есть и букле, и какие-то шерстяные, борсиные ткани. Пальтовые, вот, к примеру. И что у меня там еще есть? И трикотажи, и джинс, и шифон, и шелк вот лежит, ждет, пока я сошью блузку на бретельках. Люблю, конечно, больше растяжимые полотна. Все-таки они намного удобнее. И в них комфортнее себя ощущаешь. Ну, так люблю. Вернее, не то, что люблю, а хочу из многих тканей шить. Многие ткани попробовать. В принципе, я и шью из многих тканей. В общем-то, с этим таких уж проблем нет. Так, ну вот все. Дальше, следующий вопрос. Судя по комментариям, мастерицы много и успешно шьют. Не возникает ли переизбыток вещей в гардеробе? У меня не возникает пока такой проблемы. Потому что я просто не успеваю за всеми и всем что-то сшить. Иногда даже бывает, что мне нужно что-то надеть, а у меня нет. Приходится быстрее и быстрее шить. В принципе, у меня еще хватает места, куда все это складывать. Наверное, не то, что изнашивается. Наверное, я не так много еще сшила. У меня дети просто занимают большой пласт такой, шитья уходит на детей. А дети, как известно, быстро вырастают. И эти вещи где-то складируются, передаются по наследству. В общем, пока такой проблемы у меня не возникает. У меня даже был такой один момент, что я сшила брюки. И пока сшила, эти брюки стали короче. Хорошо я сшила с запасом длины. И какое-то время этот ребенок еще успел походить в этих брюках. А брюки такие классные были, что было бы жалко, если бы они были ребенку такие подстреленные. Вот еще классный вопрос. Кристина, бывают ли у тебя периоды, когда лень шить? Как ты себя мотивируешь на шитье? Ну, во-первых, нужно определиться, что такое лень. Для меня лень это все-таки про то, когда не хватает энергии. Когда человек в заботах выдыхается и ему хочется только отдохнуть. Либо же про недостаток мотивации. Когда не хочется шить, потому что есть какие-то более интересные дела, которые прям захватывают и шитье отходит на второй план. Так, у меня там кто-то пришел, но сейчас откроют. У меня там есть кому открыть. Я вот теперь не знаю, на чем я остановилась. Звонят тут, ходят. Так, где вот теперь этот вопрос? Ну и сразу еще один вопрос про то же, про время. Занимаетесь параллельно ремонтом одежды для семьи? Молния, укоротить и т.д. Или пошив штор, подушек и других вещей для дома и семьи? У меня это занимает, например, примерно 20% швейного времени. Конечно, такие мелочи, да, я шью, но иногда они у меня лежат. Просто лежат и ждут своего часа, когда я, например, дошью свой текущий проект другими нитками и поменяю уже на подходящие по цвету нитки, чтобы подшить те же самые какие-то брюки или вшить молнию опять же. Ну и шторы, да, как я уже говорила, шью подушки, наволочки на подушке тоже шью. Знаете, что еще шью? Чехлы на стулья. У нас есть несколько стульев, которые пооптрепались. Я вот сшила на них чехлы и теперь у нас в интерьере есть такие яркие пятна, привлекающие внимание. И завершим давайте наши посиделки вот таким вопросом. Здравствуйте, какие ваши планы на будущее? И что вы будете шить и показывать на ютубе? Планы на будущее? Наладить периодичность выхода видео. Потому что как ни крути, это все-таки важно. Чтобы оставаться на плаву, чтобы вы опять же меня находили и смотрели, нужно периодично, с четкой периодичностью выпускать видео, чтобы алгоритмы меня видели, что есть такой автор, и предлагал людям, которые интересуются шитьем. Дальше. Научиться отдыхать в выходные. Особенно от этого информационного потока и соцсетей сильно устаешь. Вот нужно научиться отключать это все и наслаждаться обществом семьи. Дальше. Привыкнуть составлять планы на неделю, чтобы структурировать свои цели и задачи и следить за их реализацией. Я вот даже себе на Новый год подарила вот такой забавный ежедневник. У меня там все мои записи полетели. Чтобы вот сюда все это вот так записывать. Он такой классный, что мне прям будет интересно, будет хотеться сюда все это записывать. Я вот буду структурированно достигать своих целей. Нужно еще научиться эти цели ставить, конечно. У меня вечно я все вот так напихаю и потом сижу. Что мне делать? У меня столько целей, надо быстрее. В общем, буду разбираться. Что еще у нас тут с вами? Ну и наладить режим сна. Самое ведь важное в продуктивности это то, как ты себя чувствуешь. А сон очень-очень-очень сильно влияет на самочувствие, на состояние организма, на настроение. Опять же, в плохом настроении не хочется ничего совершать, ничего реализовать. Никакие цели даже не нужны. В общем, сон это вот первое, на что нужно обратить внимание, чем нужно заняться. Вот это мой, наверное, план самый первый, за который нужно взяться. Самый первый пункт. А что буду показывать? Ну, время покажет. Вперед идущей контент-стратегии у меня нет. Но в целом канала Шитье с обзорами на Бурду так, в принципе, это направление и останется. И еще хочу добавить одну рубрику. Не знаю, как получится. В голове сейчас все классно сложилось. Такую рубрику, как бы короткий видеоотчет, ежемесячный видеоотчет о том, что у меня такого швейного за месяц произошло. Такое быстрое, легкое. Хоп-хоп-хоп, два слова и все. Чтобы вы были в курсе, что у меня такого швейного происходит. Вы будете писать, где вы на своих швейных путях, так сказать. И будем так еще более теснее общаться и с вами коммуницировать. Ну и я желаю вам отличных праздников, сбычи мечт. Обязательно загадывайте желания и увидимся в других моих видео. До скорых встреч. Пока!